Всем доброго вечера еще раз, хорошего или доброго утра, или доброй ночи, в зависимости от того, откуда вы смотрите этот эфир. Начинаю блиц-обзор третьего тура. Это будет краткий, краткий обзор того, что произошло в семи партиях в Эйконзее. Очень много было интересного, насыщен был событиями, интересными дебютными вариантами тур. Так что сейчас в темпе блиц. Надеюсь, что в выходной день в Эйконзее мы сможем с Евгением Томашевским более подробно остановиться на самых интересных моментах этого дня. Ну а сейчас давайте пробежимся по партиям. Заканчивается, я думаю, вот в эти минуты, пока я пробегаюсь по партиям, закончится последняя партия Феруджа Антон. Но до нее еще дойдем, доберемся. Начнем мы с партии чемпиона мира. Магнус Карлсон играл со своим соотечественником Арианом Тари. Что интересно, что в этой партии был разыгран тот же самый дебют, тот же самый вариант, что и в партии Вайташека с Ван Форестом. Давайте посмотрим. Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3, Д5, конь С3, С5. Было сыграно в этой партии так называемый вариант Тараша. И после СД здесь черные не побили конем на Д5, не побили пешкой на Д5. Чаще все-таки можно увидеть взятие конем. Но в последнее время, в последнее время черные делают ход СД, третий из возможных ходов в этой позиции. Много уже сыграно партий различных. И в этой партии белые побили на Д4 Ферзем, ЕД. И здесь Магнус сыграл Е4. В партии Вайташек в Ван Форест последовал другой возможный забелый ход. Ход слон Ж5. Об этом ходе мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну а после Е4 форсированно возникает Эншпиль. Не успевший начаться партия из дебюта переходит в окончание. И все это уже было сыграно много раз. Во всевозможных онлайн турнирах и не только. В том числе самим Магнусом Карлсоном. Он играл эту позицию несколько раз. Например, в скиллинг опени против Веслисо. В его матче с Веслисо. И вообще Веслисо защищал эту позицию за черных. Вайташек, кстати, играл эту позицию в этом году в Биле в турнире. Точнее не в этом году, а в только что закончившемся году. В одном из немногих турниров, прошедших в обычных условиях шахматами. Не онлайн, а в реальных. Реальными фигурами, деревянными. Он сыграл в ничью. Вайташек сыграл в ничью в этой партии. В этом варианте. Может быть из-за этого он сегодня решил избрать не ход е4, а слон g5. Но Магнус, тем не менее, пошел в эншпиль. И надеялся переиграть своего менее опытного соперника в эншпиль. Слон g5 сыграл он в этой партии. В двух предыдущих своих партиях с Веслисо, о которых я уже говорила, он избирал ход слон c4. Но слон g5 тоже игралась. Конь c6 сыграли черные. Не знаю, почему они отказались от хода h6, который делался в упомянутой уже партии Вайташек Эдуард. И также в двух партиях матча Раджаба в Со. Там черные играли h6, 3-0, король е7. Ну и возникал вот такой вот эншпиль. Все три партии закончились в ничью. Но так или иначе, черные подготовили к этой партии новое продолжение. Вряд ли оно что-то концептуально меняет в этом окончании. 3-0 последовал король е8. Правда, черные сыграли королем на е8, видимо, не желая перекрывать диагональ для своего чернопольного слона. И это все уже встречалось в практике в прошлом году. Один раз онлайн, другой раз оффлайн. В Бундеслиге в партии Фресине Лами. Здесь белые сыграли слон c4. И после долгой борьбы в эншпиле была зафиксирована ничья. Слон b5 сыграл Магнус. Это тоже еще не новинка. Ладья c8, король b1. И вот здесь последовал новый ход. Ну, по моей базе данных не удивлюсь, если уже были сыграны какие-то партии на эту позицию. И все это хорошо известно. В партии Дуда Ле Куанг в ноябре прошлого года, в том же скиллинг опени, в отборочной его части, черные удержали этот эншпиль после а6, слона 4, слон е7. Здесь же в этой партии черные сыграли более активно. Последовало слон b4. На слон f6, gf, кодь бьет е4. Белые отыграли пешку. Ну и возникло такое окончание с несколько испорченной структурой пешечной у черных на королевском фланге. Вот эту раздробленность пешечную, наверное, белые и надеются, надеялись использовать в этой партии. Но очень-очень старался Магнус Карлсон, но его партнер был точен оппонент. И хотя Магнусу удалось даже выиграть пешку, но эта пешка оказалась недостаточной для победы. Интересная была игра в эншпиле. В какой-то момент Магнус прорвался путем g4, f5. И даже в эншпиле создал какое-то давление на короля соперника. Но, как я уже сказала, черные жертвы пешки отбили эту атаку эншпильную и заблокировали проходную белых. Ну а затем зашли за пешкой h2. И отыграли пешку. Возникло такое окончание. Мало того, что просто ладенье, так еще и с равным количеством. Мало того, что ладенье, которое славится своими ничейными тенденциями, так еще и с одинаковым количеством пешек. Две на две. Ну да, чуть-чуть далеко черный король расположен. Но он вот таким вот забавным, обходным маневром прибежал на ферзевый фланг и вовремя, вовремя успел свои пешки поддержать. Ничья патом на 56-м ходу. Это первая партия этого тура. Первая партия тура. Сегодняшнего блиц-обзора. Идем дальше. Вторая партия будет партией... Мы посмотрим партию Аниша Гири с Александром Донченко. Сейчас мне потребуется какое-то непродолжительное время, чтобы эту партию загрузить. Гири Донченко. Итак, Гири Донченко. В этой партии был разыгран спокойный вариант. Защита Немцовича с ходами С3, КНФ3 и в дальнейшем слон Д2. Здесь очень много различных порядков, схем, возможностей за черных. В данной партии черные сыграли Б6. И после Е3 сразу же побили на С3. Слон С3, КНЕ4. Ладья С1, фенкетировали слона. И затем сыграли Д6 с тем, чтобы потом развить коня на Д7. И где-то подготовить продвижение Е5. 0-0, КНЦ3, Ладья С3, КНД7. Все это тоже не было новым. Все это уже встречалось. В первый раз по моей базе эта позиция встретилась в партии Личао-Томашевский. Возможно, Евгений, если мы будем эту партию обсуждать, сможет подробнее нам рассказать о идеях этой позиции. Личао сыграл там Е4. Ну и черные, кстати, не Е5, а С5 сыграли. Правда, Е5 тоже центр закрыли. В этой партии Аниш сыграл Д5. Такое стандартное продвижение пешечное в этой структуре. Но ЕД черным играть невыгодно, поскольку, я думаю, после вот этого размена очень уж будет слаб. Слабы пешки. Давление очень сильное. Белые могут создать как на ферзевом фланге, так и на ослабившуюся позицию короля на королевском. Поэтому черные закрыли центр, сыграли Е5. Здесь последовал Е4, А5, С2, К5. Вот таким вот образом черные обеспечили стоянку для коня. Ну и, в принципе, белые в этой партии не смогли каких-то серьезных вопросов задать черным. Более того, казалось, что сыграя черные где-то поактивнее, они могут думать и о перехвате инициативы. Здесь, например, они решили сыграть С6, но был интересный, такой тоже стандартный для этих структур перевод слона. Так как диагональ Х1, А8 закрыта сейчас после Д5, Е5 пешечных ходов, то черные часто переводят слона на более активную стоянку. Либо на Ж4, либо на Х3, либо просто на Д7, где слон поддерживает продвижение Ф5. Черные, как я уже сказала, решили вместо этого сыграть С6. Ну, ход С6 и плюсы и минусы, да, с одной стороны открывается слон, но с другой стороны вот эта пешка, она становится слабой и возможным объектом атаки для белых фигур. Ну, правда, белые не смогли давление на эту пешку в этой партии оказать серьезного. Черные подготовились к продвижению Ф5, но, правда, Ф5 не сыграли. Вот было бы интересно посмотреть, сыграя, например, они здесь Ф5, как бы партия продолжилась. Все-таки после Ф5 создается угроза Ф4, а после Е, ФЖФ открывается слон, то есть белым, возможно, пришлось бы менять ферзей. Ну, и этот Эншпиль достаточно интересный выглядит для черных. Черные же решили предварительно отойти к королем на Х8, чтобы не было у белых идей сфер Ж5, но тогда после коня Х4 белые заблокировали пешку, ну, то есть не заблокировали, а атаковали поле Ф5, затруднили продвижение Ф5, которое, тем не менее, в этой партии последовало после еще нескольких маневров. Правда, не в самой удачной редакции, так как здесь на Ф5 ЕФ выяснилось, что ЖФ, ход, который черные бы хотели сделать, делать нежелательно, ввиду коньбек Е5, несложного тактического удара, и конь на Е6 провисает. Белый оказывается с лишним материалом, а ослабленная позиция короля должна сказаться. Поэтому пришлось бить ладьей, но тогда это не то же самое. Этой пешечной массы в центре по линиям Е и Ф нету. И в конце концов все разменялось вот таким вот образом. И получился абсолютно равный Эншпиль. Неприятная связка по линии Б. Достаточно быстро черные развязались от этой связки. И в этой позиции согласились на ничью. Такая спокойная, неторопливая партия. Ярких каких-то спецэффектов здесь мы не наблюдали. Но в этом туре были другие партии, которые с лихвой окупили спокойность игры в этой встрече. Что же, давайте идем дальше. Следующая партия, это партия, которую мы разберем. Это партия Вайташа Кван Форест. Вновь буквально пару мгновений, пока я загружу эту партию. Вайташек Ван Форест. И, как я уже сказала, интересно было наблюдать за этой партией. Ввиду того, что одновременно в партии Карл Сантари был разыгран тот же дебютный вариант. Но, правда, быстро дорожки разошлись. Здесь быстро белые в этой партии и Магнус Карл Сантари в своей партии пошли разными продолжениями, путями. Итак, здесь Магнус сыграл е4. Как мы помним, возник вот этот эншпиль, в котором не удалось Магнусу поставить серьезных проблем против своего соперника. А Радослав Вайташек сыграл слон g5. Насколько я понимаю, ход менее амбициозный, чем е4, менее прямой, более спокойный, более позиционный. В этом варианте возникают позиции с изолированной пешкой на d5. Пешка уже изолирована. Как мы знаем, изолятор это и плюсы, и минусы. И белые в данном случае очень хотели доказать минусы этой пешки, которая все-таки является слабостью. Как мне кажется, они были очень близки. Опять же, это блиц такое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Но, так или иначе, давайте посмотрим, что случилось в партии. Много уже было сыграно партий. Ладья d1 сыграл Радослав здесь. Белые также играли слон e2. Но, опять же, развивающие ходы здесь у белых одни и те же. Они могут делаться в разной последовательности. Но развить королевский фланг надо, слон e2 0, 0. Оказать давление на пешку d5 надо. Но вот здесь белые сыграли ладья d1. Пошли слон d3. Решили перевести слона на диагональ b1 h7. Затем ходом ладья d2 укрепили ферзевый фланг. Ну, и здесь очень важный момент. Здесь очень важный момент, что не проходит d4. Мы знаем, что играя с изолятором, за этим прорывом, ну и против изолятора, за этим прорывом надо следить очень внимательно. И здесь вот такая вот деталь тактическая. Слон h7 шаг, вскрытый шаг, не дают белые сыграть d4. То есть косвенно они пока держат ход d4 под контролем. Ввиду этого, я не знаю, может быть здесь белым стоил ладья d1 с двоится. Ну, ввиду этого, в этой позиции черные сделали такой странный, на первый взгляд, ход король f8, но это не что иное, как подготовка хода d4. То есть уже после хода король f8 d4 угроза, причем серьезная угроза. Если черные сыграют d4, то есть белые, например, пойдут a3, какой-то ход сделают, то после d4 позиция может стать абсолютно проигранной. Ну, а3 еще и неудачный ход, так как белые поля ослабляются. Так или иначе, конечно, Войташек так не сыграл. Он сыграл слон b1, он защитил поле d4, не позволил черным прорваться в центре. И возник вот такой вот теншпиль с изолированной пешкой, который, как мне кажется, в пользу белых. И белые, наверное, несколько должны быть расстроены результатом этой партии, потому что не удалось им серьезных проблем поставить перед черными. Возможно, где-то они поспешили с разменами. Что-то, может быть, рано разменяли, может быть, что-то не то разменяли. Но, опять же, в темпе Блица критиковать игру гроссмейстеров, наверное, не совсем правильно, потому что требуется более серьезный анализ, чтобы найти ошибки в классических партиях и как-то их обосновать, суметь объяснить. Здесь последовала ладья бьет c8. Интересным продолжением был ход ладья c7. Идея в том, что на ладья c7, ладья c7, ладья c8 здесь у белых есть возможность сдать линию c, сыграв слон f6 сначала, или ладья а7 сразу же. И выясняется, что, несмотря на то, что ладья черных владеет линией c, залезть в нее, в лагерь белых, она не может. Все поля контролируются белыми фигурами. А вот эту пешку на а6 защищать нечем. Поле c6 тоже контролируется белым конем. Ну, возможно, здесь надо считать какие-то варианты, связанные с конь c6. Ну, даже, наверное, ладья а6, конь d4, еd можно пойти. Опять же, спасает белых тот факт, что конь на е2 держит поле c1. Но, повторюсь, можно и слон бьет f6 сначала пойти предварительно, чтобы слон на d7 висел. Так или иначе, наверное, создается впечатление, что это один из ключевых моментов этой партии, потому что после размена ладей стало чуть-чуть попроще черным. Хотя и здесь белые могли надеяться на то, что удастся им создать какие-то более серьезные проблемы. Поставить перед черными серьезные проблемы не удалось. Вот здесь последовало конь c2. Размен таким образом слонов. Может быть, стоило сохранить слонов, сразу не менять. А после конь c2, конь g3, конь a3 выяснилось, что вот слабление черных полей на королевском фланге очень белым мешает. Почему? Потому что вот этот назойливый конь прыгает туда-сюда, и как-то его отсюда выбить не так легко. Ну, а после коня f4, конь d4, еd, на доске уже два изолятора. Да, это такое молчаливое предложение ничьей. Согласились на ничью в этой позиции шахматисты. Ну, что же, черным, как мне кажется, не удалось решить всех дебютных проблем. И если всегда такую позицию белые будут получать в этом варианте, то постепенно желающих сыграть пятым ходом cd в варианте тароша станет меньше. Но в этой партии ничья. В этой партии ничья. Идем дальше. Следующая у нас... Следующую мы посмотрим битву. Битву с большой буквы между Фабиана Каруаной и Яном Кшиштофом Дудой. Давайте. Опять же, эту партию... Я даже не буду пытаться какие-то очень серьезные выводы сделать, потому что, ну, тут грандиозная, грандиозная встреча. Грандиозная во всех смыслах этого слова. Идем. Идем по этой партии. Русская партия. Ну, как мы знаем, Фабиана Каруана за оба цвета ее играет. Ян Кшиштоф Дуда тоже за... За черных ее часто применяет. Таби очень быстро вот этого варианта с конь С3 возникла. Слон Д35. Все это уже очень много раз встречалось. Причем сам Фабиана Каруана играл и успешно применял здесь ход ладья Аш Е1. В том числе, кстати, против Дуды. Правда, это было в быстрые шахматы. Но, тем не менее, уже скальпы Каруана снимал в этой позиции. Да и против Ангхау в прошлом году тоже он выигрывал. Но, но, в этой партии, возможно, это новое направление. Ну, все новое, это хорошо забыто старое. Но, тем не менее, новинка по моей базе партии. Новинка, новый ход, новое направление. Ладья Аш Е1. Вполне прямое. Белые просто хотят атаковать. Атаковать. Готовят таким образом ход Ж4. Б5, Ж4, слон Б7, ферзь Е2. Все это показываю я в темпе блица. Возможно, если завтра Владимир Добров подготовит обзор по этой партии, сможет что-то более интересное сказать. Ну, или мы уделим этой партии внимание с Евгением Тамаршевским попозже. Тоже мне было бы очень интересно, потому что эту позицию я и за белых, и за черных играла и смотрела. Так или иначе, в этой партии последовала перепалка тактическая. Куча, уверена, красивых вариантов. Будет показано чуть попозже за оба цвета. Конь Е6. Начало большого пути. Ферзь А5. Здесь сыграно ферзь Ф3. Было, видимо, на конь Ж7. У черных есть контрудар. Конь С3. Ввиду этого белые связывают коня, чтобы на конь С3 пойти ферзь Б7. Ферзь Ф3. Слон Ф6. Черные сыграли. Ну, возможно. И наверняка у каждой из сторон есть разветвление. Да и не одно на каждом ходу. Но после Ж5 С3 возникла эта позиция. И кажется, что вот начиная отсюда, после хода С7, достаточно форсированный вариант. И белые, и черные делали сильнейшие ходы. Ж6, ФЖ. Конь Ж5. Король Х8 единственный ход. Потому что после король Ж8 следует ферзь Ф7 и ладья Д5. Видимо, со скорой победой. Поэтому приходится ходить король Х8. Здесь у белых единственный ход, который сохраняет шансы на перевес. А не проигрывает даже. Это ход слон Д4. Очень сильный, который Фабиан и сделал. Ферзь Х3 было бы ошибкой. Очень хочется дать пару шахов. Но после вот этой пары шахов, пары тройки, шахи заканчиваются. Король убегает. И черные набросятся на белого короля. Именно из-за этого ход слон Д4. И затем достаточно форсированно возник вот этот эншпиль. С лишним качеством у белых. Был ли он выигран? Я знаю, что компьютер показывает какие-то невероятные оценки. Но давайте подождем. Потому что я не уверена, что он выигран. Скорее всего, конечно, он выигран. Но все может быть не так просто. Где именно была допущена решающая ошибка белыми, опять же, я сказать так бегло, посмотрев этот эншпиль, не могу. Может быть это ход ладья Е1. Возможно, стоило ходить А4, оставлять ладью на линии Ж и атаковать с поля Ж5 и на пешку Б5 и на пешку Ж6 одновременно. Выигран ли эншпиль после ладья Б1, конь С6 и эта позиция выиграна или нет? Не знаю. Но поживем, увидим, поанализируем, придем к какому-то заключению. Ну а в партии было король Д4, конь Е7, ладья Е1. И здесь черные в партии Карсон Тари, вновь вот такой вот обход короля, осуществили, пользуясь защитой коня и смогли удержать эту непростую партию. Надо отметить, что оба шахматиста были на высоте, оба были в цитноте. И, как мне кажется, ну очень-очень получилась партия яркая и высокого уровня. Так, тут у меня не до конца она, но заведена, может быть, в общем, через несколько ходов согласились соперники на ничью. И идем дальше. Дальше у нас партия Гран Делиус Хари Кришна. Как раз закончилась, вижу, партия Феруджа Антон. Ну что, у нас три партии еще остается. Итак, быстренько, быстренько стараюсь. Блиц превращается в быстрые шахматы, как обычно. Гран Делиус Хари Кришна, смотрим партию. Тоже-тоже в темпе Блиц, все очень быстро. Тут французская защита. Вариант с Е5, закрытым центром. Опять же, на первый взгляд, мне кажется, белые получили все, что они хотят в этом варианте. Ну да, черным удалось разменять белопольных слонов. Но здесь эта партия, это просто лебединая песня вот этого коня. Как-то не мог он себе бедное место найти с какого-то момента. Начиная, то есть все шло хорошо. Развились, захватили пространство. Вот начали пешку надвигать на Ферзевом, чтобы где-то дальше тут атаку создать. Конь А4 сыграли. Вот, возможно, стоило разменять чернопольных слонов. На 16-м ходу или на 17-м. Ну, вроде бы, конь А4 для этого пошли. А потом вернуться обратно на Ц3. И хорошее место для коня. Ну, вот что-то белых смутило. Решили они сыграть на этого слона. Не менять. Ну, и началось. И началось. Этот бедный конь так и не мог найти себе место в этой партии. На Б2, конечно, он совсем не смотрится. Поэтому белые его перевели на Д3. Но проблема в том, что на Д3 он закрывает ладью и затрудняет защиту пешки Д4. Но здесь уж стоило его, бедолагу, на Е1 отвести, укрепиться на Д4 и как-то пойти уже вперед. Вот G4, G5 бывает прямой наводкой. Такие структуры вскрываются, хотя не так просто. А белые же не сыграли. Решили, что достаточно этому коню странствования в этой партии. Не ушли им на Е1. Ну, а после Б4, Б4 очень уж ослабилось поле С4. И, видимо, грубая позиционная ошибка, ход Б4. Ну, и здесь уже белым было непросто. Как часто бывает в этих французско-караканистых структурах, просто черные фигуры залезли. Вот эти пешки, которые вроде как захватывают пространство скорее слабостью здесь оказались. По линии А залезли черные. Да, и сочетая угрозы по линии А и нападение на пешку Д, достаточно просто. Достаточно просто выиграли. Сначала пешку А съели, ну, а потом вот таким вот ударом образовали себе проходную. Ну, и белые просто сдались, потому что в конце концов, в ближайшем будущем, эта пешка станет ферзем. Да, вот такое фиаско, ну, несколько обидное за белых. Все-таки это лидер турнира у нас, 2 из 2, у Грандельюса было. И после такого старта вот так вот как-то безропотно отдать белый цвет, это всегда очень-очень неприятно. Идем дальше. Есипенко, ваш елограф, достаточно короткая, но тоже очень интересная партия, насыщенная событиями. Итак, е4, c5, конь f3, d6, ферзь, бед, d4. Решил не идти, решил таким образом Андрей избежать варианта Найдерфа, который играет Максим, как мы знаем. Ну, здесь, опять же, детали, нюансы этой дебютной схемы я вдаваться не буду. Давайте посмотрим, что случилось в Миттельшпиле. Не совсем я поняла, почему здесь последовало взятие конем, а не слоном. И вообще, что собирались делать белые после слон d5. Потому что здесь после еd, конь d5, b4, на идею, которая в партии случилась, здесь уже все-таки у черных, у черных пешку b4 они могут взять и потом взять еще на а2. И вот смотрите, ладья b7, конь c3, конь е2, ладья bc1. И какая-то грусть, грусть. Так что не знаю, можно ли было бороться за получение перевеса черным ходом слон d5. Ну, было бы интересно увидеть, что же белые заготовили. Может быть, где-то просчитались. Здесь вот тоже спасает такая вот жертва фигура. Так или иначе, конь бьет d5 было сыграно. Еd слон d5, b4. На этот, видимо, удар и рассчитывали белые. Здесь очень интересно пожертвовал ферзя, Максим вашилограф. И очень сложная позиция на доске возникла с таким нестандартным соотношением материала. Сложно понять, у кого лучше. Сложно понять вообще, кому проще играть. Это тоже очень важно в практической партии. Но, в конце концов, достаточно быстро согласились на ничью соперники. Вот таким вот предложением ничьей. Здесь еще ход включили. Владея ЕЦ8, h3. Ну и все-таки решили подписать мирное соглашение. Короткое, но насыщенное событиями партия. Опять же, вот мне интересно узнать, что же на 13-м ходу последовало бы на ход слон d5. Вообще, как эта позиция оценивается. Может быть, маневр ферзем, ферзь f4, ферзь h4 за белых неудачен. И заключительная. Заключительная встреча, которая закончилась только что. Ну, то есть в тот момент. Во время моего Блиц-обзора, сейчас я ее скачаю, чтобы загрузить полностью, тоже пробегусь буквально мельком, потому что партия длинная. По ключевым моментам одержал победу Олереза Феруджа над Давидом Антоном. Давайте посмотрим ее. Лондон. Лондон. Старый, добрый. Не такой уж старый и не такой уж добрый, но Лондон. Что тут скажешь? Часто, часто он нас радует и не радует. Очень интересно мне было эту партию смотреть, потому что черные избрали именно то построение, которое в последнее время за черных же применяю я против Лондона. Много у меня было партий, ну, онлайн в прошлом году, в том числе в матче с Анной Ушениной, который на сайте ЧСКОМ проходил чемпионат по скоростным шахматам женский. Здесь, опять же, детали, нюансы, я еще сама ничего не поняла. Но вместо хода Е6, вместо хода ходов, там, Ферзь Б6, которые уже делались, черные сыграли Ладья Ц8. Ну, что они заготовили на ход Конь Е5, не знаю. Не знаю, скоро практика покажет, как говорится. Белые сыграли Ц3. Ну, и здесь черные получили отличную позицию. Я когда смотрела эту партию, мне очень-очень нравилось. Так солидно все, плотненько. Перешли в Эншпиль. Ну, и казалось, что все должно закончиться ничьей. И, возможно, будь на месте Феруджи более опытный, более искушенный и менее амбициозный игрок, ну, скоро бы все и завершилось этим результатом. Ну, а здесь в этой партии, в этой партии долго стояли, маневрировали, маневрировали, маневрировали. И выманеврировали белые. Сыграли Ж4. АЖ. Король Ж4. И здесь черные совершили неточность. Может быть, здесь возможно было Ф5 играть, но очень уж страшно. Там какие-то острые форсированные варианты возникали. Кажется, на 40-м ходу, опять же, по мелькам я смотрела эту партию, кажется, на 40-м ходу была возможность у черных сделать ничью. Сделать ничью. Каким образом? Очень важно было не дать черным белым коням укрепиться на пункте Ж6. Вот это был ключевой момент. И здесь черным обязательно, обязательно, да, на 40-м ходу, надо было делать ход слон С7. С тем, чтобы не дать белым сыграть кони АЖ4. Потому что Ф5 угрожает. И там вообще мат могут белые получить, если уж заиграются совсем. А черные не поняли этого. Сороковой, роковой. Сыграли ладья Ж8. И, да, и все. Практически все пропало, так как белые кони ворвались вот на эту единственную клетку. И казалось, что еще должны быть какие-то проблемы при реализации. Но нет, быстро эти проблемы были решены. А Ферруджей напал он всеми своими силами на пункт Е6. Потом перебросился на линию Ж. И вот таким вот красивым маневром, отвлекающим конь Е7. Ввиду того, что король Е7 следует ладья Ж7. Рассыпалась. Рассыпалась позиция черных после вот этого хода. Быстро. Еще последние ходы в партии мы с вами смотрим. Ну, тут, да, тут, как говорится, уже дорог. Хороший совет. Не могут черные удержать оборону. Ну, что же, поздравляем Али Резу Ферруджи с победой. Желаем Антону Давиду не расстраиваться. Несколько обидное упущение. Ну, вот на роковой контрольной отметке ладья Ж8 черные упустили ничью. И белые победили. Вот и все на сегодня. Блиц-обзор я завершаю. Завтра, надеюсь, увидимся вновь. Прощаюсь на этом со всеми ненадолго. До скорых встреч. Не болейте. Играйте в шахматы. Оставайтесь на канале Ческом.ру. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok